Саламастар Макруметте от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я хотел бы озвучить ситуацию международную и ситуацию вообще в Казахстане, в первую очередь связанную с визитом госсекретаря США Майкла Помпео. Но вы, наверное, обратили внимание, что, собственно, это визит довольно, ну, можно так сказать, что первый, наверное, после длительных перерывов. Во всяком случае, я не помню, чтобы госсекретаря США приезжали в последние как минимум 10 лет. По-моему, где-то приблизительно в 2000 году приезжала Мадлен Олбрайт, госсекретарь, когда президентом страны был Билл Клинтон. И вот, собственно, вот такой большой разрыв. Приезжали разные помощники, спецпредставители и так далее. Но я вот не припомню, чтобы с визитом именно прилетал госсекретарь. При этом госсекретарь сделал такой турне, посетил Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Я думаю, что, конечно, безусловно, в прессе можно прочитать многие, скажем, отзывы по поводу этого визита, о цели его. Но я хочу изложить позицию именно с учетом того, что происходит в нашей стране. Потому что госсекретарь США при приезде в Казахстан озвучил именно острейшие темы, которые волнуют наше общество. И я могу отметить, что я внимательно слежу за деятельностью посольства Соединенных Штатов Америки, их заявлениями. И могу сказать, что предыдущие послы, не могу сказать о нынешнем, всегда поддерживали, заявляли Нурсултана Назарбаева. Ограничивались очень такой дипломатической критикой. Но вот последний год риторика американцев стала уже более жестче в отношении политики Нурсултана Назарбаева. Вот, собственно, сейчас есть несколько факторов, которые, наверное, важны для нас, чтобы мы понимали, что Казахстан является частью глобального мира. Что мы должны понимать, что происходит в мире. Я знаю, что существуют разные возгласы. Давайте думать только о нашей стране. Давайте не будем обсуждать Россию, Китай и все прочее. Если это очень такая ограниченная политика, ограниченный подход, ну тогда я могу сказать, а давайте мы будем жить только в нашем мире. Что значит в нашем мире? Это значит, у нас не должно быть интернета, у нас не должно быть смартфонов, разных телефонов, западных технологий и так далее. То есть мы без мира вообще просто никто. Вернемся своей юртой, будем производить лошадей, коней, баранов, там все прочее и так далее. Вот что значит взгляд, если мы будем думать, только смотреть, не смотреть на соседние страны, не делать анализы, не понимать, почему происходят там те и ныне события и как это влияет на нашу страну. Ну даже простой пример. Казахстан вступил в Евразийский таможенный союз. Это повлияло на жизнь наших граждан? Не должны ли мы это обсуждать? Не должны ли мы обсуждать Россию, которая является основным в этом союзе и все решения, принимаясь с большинством голосов, принимаются по сути дела Россией? Ну давайте посмотрим. Вот сейчас люди вышли на протесты в связи с тем, что запретили обслуживать, эксплуатировать машины с армянскими и кыргызскими номерами. Кстати, а почему только армянские и кыргызские, а России выпало? Мы же в Едином Таможенном Союзе и есть статья 260 Таможенного кодекса, которая предполагает, что перемещение транспортных средств в личных нуждах, они не ограничиваются. Они приобретаются в этих странах и свободно перемещаются по сторонам Таможенного Союза. И обратить внимание, вдруг постановление правительства, запрещающее автомашины с армянскими и кыргызскими номерами, которые являются членами Таможенного Союза. Ну как можно не обсуждать после этого политику правительства, не обсуждать ситуацию в Армении, в Кыргызстане, в России и так далее. То есть вы понимаете, что все эти политические процессы напрямую влияют на вашу жизнь, на рост стоимости услуг и товаров, в частности автомашин. В данном случае присутствие нас в Таможенном Союзе приводит к тому, что мы защищаем промышленность России, а если мы импортируем автомашины из других стран, получаются разные налоги, пошлины, утилизационные сборы, приводит к тому, что цена машины становится во много раз дороже той цены, которую вы приобрели. И это напрямую связано с тем, что мы находимся в Евразийском Таможенном Союзе. А российские машины, пожалуйста, возите, это старая, никому не нужная, по сути дела, корыта. Если бы она была нужной, эту машину покупали бы во всем мире, а ее нам просто впихивают силой. Вот, собственно, результат политики, и поэтому мы должны и вынуждены заниматься анализом, анализировать соседние страны и влиять на решения, которые принимает правительство и президент. Вот тогда ваша жизнь изменится, изменится, и вы не будете ориентироваться только на умное якобы правительство и потом пожинать плоды в лице плохой медицины, плохих дорог, высоких цен на товары, услуги и так далее. Вот почему очень важно понимать, что мы часть глобального мира, мы должны, соответственно, понимать, что в мире происходит. Вот как ты живешь в квартире, ты же анализируешь соседний дом, улицу, соседей, знакомых и так далее, так и мы, как страна, должны видеть, что происходит в соседних странах и почему, как это на нас повлияет. Итак, я возвращаюсь к визиту Помпео. Помпео, обратите внимание, посетил Украину, Украине пообещал поддержку в военной сфере и в первую очередь Америка выразила озабоченность, чтобы Украина развивалась как независимое и суверенное государство. Обратите внимание, совсем чужая страна не Украина, другое государство заинтересовано, чтобы Украина была самостоятельным государством, самостоятельно развивалась, все выстраивала, независимо от кого-либо, в том числе и от Америки. Затем Белоруссию. У Белоруссии сейчас конфликт с Россией, то есть шла нефть из России на нефтеперерабатывающие белорусские заводы, возникли трения, споры и так далее, и Лукашенко принял решение, что они будут импортировать нефть около 40% из-за пределов России, то есть из Америки, из других стран и все прочее. Раньше была фактически монополия. И пожалуйста, Помпео заявил, что они готовы обеспечить американцы нефтью белорусов, нет проблем. Когда наши скептики считают, что Америка заинтересована только качать нашу нефть, они глубоко заблуждаются. Америка добывает нефти больше всех в мире, она независимая, ей даже не нужна ни саудитская нефть, ни казахская, вообще никакая. Просто в Казахстане работает Тенгиз Шевройл или Шеврон компания, которая зарабатывает, разрабатывает месторождение Тенгизское и соответственно, конечно, часть налогов поступает в виде доходов американскую экономику. В этом смысле да, есть интерес, но Америка работает по всему миру. Я много раз говорил, что доля в мировой экономике Казахстана вообще ничтожная, доля процентов составляет. Поэтому, если Казахстан на карте мира пропадет, с нефтью, с газом, с другими металлами, никто в мире даже не заметит. Поэтому эта пропаганда вам внедряет сознание, что оказывается, это нехорошие американцы, просто они хотят нашу нефть, им наплевать на нашу нефть. Это работают частные американские корпорации, которые зарабатывают на месторождении крупных сырьевых нефти и газа, чтобы вы понимали. То есть он, Помпео, приложил Белоруссии нефть, чтобы Белоруссия вела независимую политику, независимую от России, вообще в принципе независимой. Затем Помпео также был и в Казахстане, и в Узбекистане. В Узбекистане он поприветствовал ситуацию с улучшением прав человека, обратите внимание, акцент, права человека. Нынешняя власть в Узбекистане практически отпустила всех политических заключенных, во всяком случае публично известных. Там, конечно, идут изменения, но глобальных изменений нет. Но при этом Узбекистан проводит действительно независимую политику, но с появлением президента Мирзеева, там начался крен в сторону России. Америка заинтересована, чтобы наши страны были независимы, развивались по демократическому пути, потом заявленному курсу, как со стороны Узбекистана, как со стороны Казахстана и других стран, Белоруссии и Украины в частности. То есть он не навязывает какой-то политический курс, который бы противоречил заявленным со стороны руководителей страны. Другой вопрос, что они заявляют, но врут. Ну, какая демократическая сторона Узбекистана? Типичная диктатура? Или о Казахстане? Республика, Казахстан, все прочее. Мы же все понимаем, что это диктатура, где все принадлежит одному человеку и никому рот даже открывать не дают этот режим. За любые действия, критику власти штрафуют, сажают в тюрьму. Вот, собственно, где мы живем. Поэтому вы понимаете, что Помпея, если и говорил, то в рамках того курса, который заявляет руководство нашей страны. Теперь вернемся к Казахстану. Итак, что делает Помпея? Помпея прилетает в Казахстан. И обратите внимание, первым делом он фактически выставляет врунами как Назарбаева, так и Такаева. Что говорил Назарбаев и что говорил Такаев? Что говорил министр иностранных дел? Они говорили, что вообще проблем с казахами, например, в Китае нет. Что мы не знаем, это единичные, может быть, случаи, но казахов там не преследуют. Ну и по уйгурам была такая же позиция у нынешнего руководства страны. Типа вот там лагеря, перевоспитание, все в порядке, это мелочи, это все ерунда. И обратите внимание, при том всем, что у нас огромное количество людей имеет родственников в Китае, они заявляют о пытках, об издевательствах. Не только уйгуры и казахи рассказывают подробности пыток, которые совершают китайцы в этих так называемых лагерях перевоспитания. И Такаев и Назарбаев игнорируют это. Более того, министр иностранных дел на территории Китая делает заявление, что все у нас отлично. И его министр иностранных дел в Китае благодарит. То есть ложь на поверхности, когда ООН, трибунал китайский так называемый, обвиняет Китай в геноциде, преследовании по этническому признаку, о пытках, о убийстве людей, в это время Назарбаев и Такаев заявляют, что нет, там все нормально, все в порядке. И что делает Помпео? Обратите внимание, тот союзник, как его представляют наши казахские СМИ, что якобы это стратегический союзник, у нас великолепные отношения. Что делает Помпео? Он разоблачает открыто, он говорит, что на самом деле есть пытки в Китае этнических меньшинств, казахов, иугуров, кыргызов и других этнических меньшинств. Более того, он демонстративно идет и встречается с родственниками тех, которые живут в Казахстане и имеют родственников в Китае, казахов, которые прошли пытки, находятся в лагерях. И он открыто с ними встречается и говорит, что надо бороться за права человека, бороться правительству Казахстана, оказывая давление на Китай, чтобы Китай прекратил те самые пытки, которые осуществляются в этих лагерях. Обратите внимание. И наши СМИ эту часть вырезали, но при этом международные СМИ все это показали, продемонстрировав всему миру, какой лживый режим находится у власти в Казахстане. Очень важные сигналы были озвучены в госсекретаре США. Какие? Он обращался к гражданскому обществу, он говорил о правах человека, что мы должны бороться за права человека. И дал понять, что Соединенные Штаты Америки приложат очень много усилий в этом направлении. И я хочу объяснить вот этот демарш, так называемый сигнал, шаг, я бы так сказал, который продемонстрировал госсекретарь. Он пошел, встретился с представителями гражданского общества, с активистами, которые протестовали и требовали прекратить пытки казахов на территории Китая. Обратите внимание. Он сначала встретился с этими людьми и только после этого поехал встречаться с Такаевым, потом с Назарбаевым. Почему? Потому что если бы он приехал раньше на встречу с Такаевым и Назарбаевым, те, конечно, бы сказали, что все окей, все нормально, никого не пытают, Китай наш партнер, мы считаем, что вообще никаких проблем нет, и Помпеева слушал бы этот ложь. А он вышел, встретился с людьми, сфотографировался, вышел на виде, дал интервью, сделал заявление, подтвердил, что пытки есть в Китае, и фактически отрезал возможность Такаеву и Назарбаеву говорить, что все в Китае великолепно. Обратите внимание, какой такой дипломатический был ход. Да, он поприветствовал, что тех беженцев, которые бежали из Китая в Казахстан, Казахстан их не выдал. Но вы помните, почему он не выдал? Потому что вы, уважаемые граждане нашей страны, активисты, вышли и поддержали, было масса протестов, огромное количество публикаций. В самом Зайсане сотни активистов блокировали суд, пришли на судебный процесс, выражали протесты. Их, да, их не отправили обратно в Китай, но, тем не менее, им дали по году сроку. И, конечно же, Помпею не мог отчитывать, все-таки Казахстан суверенное государство, но он подтвердил, что Казахстан в этом смысле, что не отправил их обратно в Китай, сделал правильный шаг, но при этом за кадром остались слова, что надо бы их освободить. И мы, общество, должны продолжать это требовать. А не просто радоваться и говорить, что их не отправили в Китай. Да, это успех частичный, но люди должны быть освобождены, они должны получить статус беженцев и гражданства Казахстана. Теперь очень важный момент. Очень важный момент заключается в том, что последние два года произошла очень сильная активизация со стороны крупных европейских государств, и в частности Америки. Если вы обратите внимание, именно в отчете за 2018 год было озвучено, отчет Госдепартамент США, о том, что Казахстане нарушаются права человека. 14 марта прошлого года состоялись слушания по правам человека в Европейском парламенте, и вышла специальная резолюция, в котором оговаривалось, и озвучивались имена тех, которые преследовались режимом. Их было в этой резолюции, по-моему, около 700 человек. И также в этой резолюции прозвучало, что демократический выбор Казахстана – это мирная оппозиционная политическая организация. Мирная, я подчеркиваю, не экстремистская. Почему все-таки такая активная международная деятельность и внимание со стороны крупных государств, СМИ, правозащитных организаций? Наверное, есть смысл себе такой вопрос задать. А это связано с тем, что в Казахстане активизировалось гражданское общество. Если буквально пару лет назад послы той же самой Америки заверяли, что в Казахстане все благополучно, какие-то реформы идут, но год назад ситуация изменилась. Уже позиция у той же самой Америки другая. Она же другая и у европейских стран. И обратите внимание, приезжали в прошлом году много миссий европейских депутатов. Они приезжали в 2018 году. Но кто-нибудь знает, что приезжали евродепутаты в 2016, 2017, 2015 году. Кто-нибудь знает, что был визит со стороны высокопоставленных лиц Америки, которые делали такого рода заявления. Я уверен, что вы не найдете такую информацию. И ответ очень простой. Это связано с тем, что именно в 17, 18 и 19 годах произошла резкая активизация гражданского общества. И она в первую очередь связана с деятельностью демократического выбора Казахстана, уважаемые друзья. Это вы должны отчетливо понимать. Я могу сказать, что мы проводим разные встречи, в том числе с американцами. И месседж звучит следующим образом. Казахстан стал частью глобального мира. Мы являемся частью глобального мира. В первую очередь не потому, что географически мы там находимся. В первую очередь потому, что вы, гражданское общество, начинаете действовать и заявлять о своих гражданских правах. Соответственно, влиять на политику. На политику нашего государства. Совсем недавно наши граждане никогда не задумывались даже о своих правах. Не говоря о тех казахах или уйгурах, которые преследуются китайским правительствам. В прошлом году было масса выступлений с требованием прекратить пытки. В Китае, обратите внимание, наши граждане стали влиять на политику соседнего государства. Оказывать давление на свое правительство. Такого никогда не было. Мы были замкнуты внутри себя. Решали коммунальные вопросы. Проблемы многодетных матерей. Наши граждане не задумывались даже о политических заключенных. Первый митинг прошел 10 мая 2018 года. Приурочен к визиту европейских депутатов. И требование было свободу политическим заключенным. Нет пыткам. И обратите внимание, весь 19-й год массировано шло давление со стороны гражданского общества. Масса пикетов была организована. И очень много людей было освобождено. Которые были обвинены по различным статьям. Но в реальности это было политическое преследование. Того же самого полгата Аяна освободили именно в результате этого давления. В том числе международного. А как работает международное давление, уважаемые друзья? Международное давление не работает без работы активных общественных организаций. Без активности со стороны граждан, которые борются с режимом. То есть должны появиться ростки протеста. Они должны бороться с правительством. Требовать выполнять и сохранять или выполнять те или иные права. Затем идут, как правило, репрессии со стороны власти. Граждане начинают обращаться правозащитные организации, международные организации. Соответственно международные организации это как вот нерв, нервное окончание. Получив сигнал начинают оказывать давление на правительство Казахстана. На Нурсултана Назарбаева. И тогда все эти процессы начинают двигаться. Тогда начинают приезжать евродепутаты. Происходит слушание по правам человека. Все эти отчеты международные правозащитные организации распространяют между собой по всему миру. Делают заявления крупные международные организации типа Human Rights Watch. Это правозащитные организации, связанные с защитой прав человека. И все это наполняет информационные пространства. И после этого Госдепартамент США выпускает отчеты. После этого правительство США во главе с президентом начинает оказывать давление на нашу страну. Давление оказывается по дипломатическим каналам. Возможностей много оказания давления. И это давление возникает только тогда, когда именно само гражданское общество активное. И именно поэтому 18-19 год был активный. И он был активный и политический. И поэтому, собственно, поэтому приехал Майкл Помпеев в Казахстан. И это ваша заслуга, заслуга гражданского общества и заслуга, безусловно, политической организации, демократический выбор Казахстана. Сейчас правительство будет вынуждено шаг за шагом выпускать политических заключенных. Сейчас правительство будет вынуждено принимать законы, Хотя они уже подписаны соглашение, которое регламентирует возможность выхода на митинги, разрешение на митинги, разные пикеты. Вы помните, совсем недавно, более года назад, людей задерживали за пустой плакат. А теперь этого нет. Почему нет? Не потому, что там Такаев такой добрый и так далее. Потому что растет гражданское сопротивление, потому что сотни людей выходят на улицу. И когда кто-то говорит, от митингов пользы нет, он заблуждается, потому что это уже на себе ощутили десятки тысяч людей, что от митингов пользы есть. Протесты матерей и другие протесты привели к тому, чтобы списали кредиты по 300 тысяч тенге. Пособия разработали, так называемые адресы социальной помощи, зарплаты подняли военным, учителям, тем же самым полицейским. Разные программы, 7, 20, 25 типа ипотечной программы, они все появляются не просто так. Именно в результате давления со стороны гражданского общества. Поэтому я, уважаемые друзья, хочу вам просто показать, что вот эти действия международные со стороны Америки или других стран, они в первую очередь связаны с тем, что вы не спите, вы начинаете действовать. Совсем недавно, я просто знаю изнутри, из разговора разными представителями дипломатических миссий, они считали, что демократические выборы Казахстана, это ориентируется на какой-то узкий слой нищих и бедных, так называемых маргиналов, что в целом народ 90% доволен режимом Дусултана Назарбаева. Но протесты 9 июня, когда десятки тысяч людей вышли на улицы, когда около 5000 человек только по официальным данным были задержаны за участие в акциях протеста, затем десятки пикетов, митингов с требованием прекратить пытки казахов, уйгуров, национальных миссий в Китае, снял пелену с глаз этих дипломатов, и они теперь понимают, что народ Казахстана недоволен этим политическим режимом. И, собственно, вот действие Майкла Помпео, когда он пришел, встретился с гражданскими активистами, как бы поддержал, это говорит о том, что сейчас наша страна, наши граждане-активисты стали заметны. У меня часто спрашивают, почему нам Запад не помогает, я все время говорю, они помогут тогда, когда мы будем действовать. Не будем ждать, что прилетит Бэтмен и все нам вопросы решит. Мы должны действовать, выходить на акции протеста, и только тогда мы можем ожидать, что будет поддержка. Меня могут спросить, а какая поддержка? Очень простая. Уважаемые друзья, у этой политической верхушки активы находятся за рубежом. Гигантские активы, в миллиардах долларов. Это и деньги, и это акции в разных крупных иностранных компаниях, это и недвижимость и все прочее. Нам достаточно того, что этот режим не будет применять силу расстреливать людей. Да, конечно, если у нас будет десятки тысяч, они и так это не смогут сделать, потому что полиции, военные никогда не смогут применить оружие против своего народа, если у нас будут десятки тысяч на улицах. Не сотни, как сейчас, десятки тысяч. Но, тем не менее, режим у нас тупой, какие-нибудь тупые найдутся полицейские, возможно, какой-то случай отдельный, что может случиться. Но в этом случае работает следующий механизм. Если западные страны, в первую очередь Америка, понимают, что общество недовольно, и свое недовольство выражает выходом на акции протеста, на митинги, на многотысячные митинги, выставляет свои требования, то, понимая, что это может провести дестабилизацией, затем идет давление дипломатическое на политическую верхушку. Им объясняется, вы должны действовать в соответствии с законом. Вы не должны применять военную силу, вы не должны стрелять в людей. Вы должны двигаться в рамках закона, в рамках международных договоров, которые вы подписали. Вы должны дать людям возможность выразить свою позицию. Вы должны дать возможность свободно вещать с средствами массовой информации. Вы должны дать возможность регистрировать партии. Вот, собственно, если вы это не сделаете, тогда, извините, мы начинаем применять санкции. Арестовывать ваше имущество, ваши деньги и так далее. Вот такое давление, в конце концов, приводит к тому, что политическая верхушка не в состоянии применять военную силу. Нам этого достаточно. Потому что, если эта политическая верхушка вдруг применит какую-то силу, непропорциональную, скажем так, то в результате этих санкций им места не будет на планете. Ну, в лучшем случае они в Москве у Путина спрячутся. Но завтра Путина не будет. Все-таки России тоже идут бурные процессы. Куда спрячутся эти люди? Да, Акаев, например, кыргызский бывший президент, он может куда-нибудь уехать в другую страну. Потому что, ну, считается, что на нем нет крови. Но куда денется Янукович? Бывший украинский президент. Ни одна страна его не примет. Так будет и с Назарбаевами. Поэтому, уважаемые друзья, визит Майкла Помпеева – это очень хороший сигнал для нашего гражданского общества. Это значит, что Казахстан сейчас в зоне внимания. В зоне внимания ведущих стран мира. И мы должны этим воспользоваться. И мы должны знать, что эта зона внимания, интерес, поддержка, в первую очередь связана с активностью гражданского общества. Мы не должны молчать, мы должны действовать. Даже вот автомобилисты, небольшой группы людей в разных городах вышли, и то правительство отступило, дало срочку на эксплуатацию иностранных машин с иностранными номерами сроком на один год. Испугавшись. Но это же не десятки тысяч людей выходили на улицу. Мы можем буквально немедленно изменить свою жизнь. Я много раз уже выступал и говорил, что ежегодно эта политическая верхушка крадет минимум 30 миллиардов долларов. Это размер годового республиканского бюджета страны. Годового. И поэтому, когда мы сменим режим, мы фактически немедленно эти деньги вольем в экономику страны. И изменится жизнь всех. Не просто учителей или врачей, или полицейских, или военных, или просто работников экспортных предприятий. Всех абсолютно. Пенсионеров, домохозяек, инвалидов. Жизнь изменится к лучшему всех. Но для этого мы должны быть активными. Мы не должны думать, что кто-то пусть выйдет на улицу на митинги, я их приветствую из окна. И вот тогда что-то изменится, когда кто-то другой выйдет, а не я. Нет, так не получится, уважаемые друзья. Я вижу сейчас активность в тех городах, которые вчера еще были пассивные. Казаларда, Кустанаи, активисты вышли, требовали, кричали, Аким, выходи. Это везде в разных регионах происходит, но этого недостаточно. Необходимо, чтобы на митинги выходили десятки тысяч. Я слышу возгласы, Аблязов, приезжай, вот мы тогда выйдем. Эти перемены нужны не Аблязову, эти перемены нужны всей стране. Вам в первую очередь, которые живут нищей жизнью, не имеют кредитов, имеют точнее кредиты, и выживают каждый день. Это вам в первую очередь нужно. Ну и вы прекрасно должны знать, что мне этот режим пожизненно дал сначала 20 лет, потом на пожизненный срок и так далее. И я нахожусь в опасности в любой точке мира. За мной охота идет везде, в том числе и в Париже. Я же вижу свои преследователи. Поэтому, уважаемые друзья, надо действовать. Чем активнее мы будем действовать, выходить на митинги, тем быстрее изменится жизнь не только вас лично, но и всей страны. 22 февраля мы призываем вас прийти на митинг за достойную жизнь. 22 февраля в 14.00 по всей стране. Алга, Казахстан.